Доброе утро, мои хорошие! Доброе выходное утро! Так, кто там косит? Здравствуйте, молодой человек! Здравствуйте, приехал в текушку и накапливает. А у нас, видите, сегодня чего? Вот, движуха какая? Народ, машины. Вот, нет, чтобы встать, вот сюда въехать, да? Чтобы люди еще могли встать. Нет! Вот, собрание сегодня в СНТ. Сейчас будет голдеж, будут ругаться, орать. А мне и так все слышно из-за забора. А мы с Сашей встали, позавтракали. 20 градусов с утра. Хорошо. О, куст, куст-то мой любимый, а! Оно как! Оно как цветет! Сейчас наткнулась, пока Саша ел, на видео. Там пары семейные, которые приехали из Кемерово. Причем не из самого Кемерово, а из села под Кемерово. Приехали в Анапу. Тоже не в саму Анапу, а в станицу. Там где-то под Анапой. И вот тоже они 7 лет живут. И прям вот у них сплошной позитив. Но я послушала. И, в общем, все стало понятно. В Кемерово они жили в селе. В своем доме. У них было там, они топили углем. А тут они приехали и, в общем, купили. Ну, так же равноценно, что там продали. Купили здесь. И здесь у них отопление газовое. То есть они еще и в плюсе оказались. Ну, жили в селе. Переехали в село. Только в другой климат. Теплый. Ну, они вдвоем. Такие люди простые. Без претензий, без каких-то. Им нравится. Ну, ничего, я хочу сказать. Я за них рада. Вон, вся крыша, как в снегу. Нравится людям и хорошо. Они еще идут по дороге. Дорога вся в ямах. Ну, понятно, не асфальтированная, ничего. И говорят, ой, у нас Кемерово такие же. Ну, то есть вот они как жили, только переехали в более теплый климат. Поэтому для них все хорошо. А я вот так и не привыкла за семь лет. Потому что я жила в нормальных условиях. В хорошей квартире, в хорошей квартире, в хорошем городе. Для меня никак я не могу. Вот так вот. Ну, я за людей всегда только рада. Как снег метет. Ой, там меня девчонки спрашивали. Костя летит на самолете с Таней. Поэтому белого цемента он мне не привезет. А вчера Оксаночка мне говорит, заехала в какой-то магазин в Симферополе. А они даже не знают, что такое белый цемент. Они говорят, алебастер. Вот так вот. Вот она, собственно, и разница. Даже в этом. Зацвели. Как понимаете. Под крыльцом. Сейчас Витя докосит. И вас скосит. Красота. Ну. Можно вечно смотреть, говорю. Вот это большое только. А это мне, это само вырастет. Я говорю, можно вечно смотреть, да? На то, как горит огонь, как печет вода. И как другие люди работают. Месяца не прошло, как все заросло. Вот за лето три-четыре раза наверх. Вот за лето три-четыре раза наверх. Их не было. И, конечно, я не могу. И, конечно, я не могу. И, конечно, я не могу. Столько уже этих разговоров слышали. Авоз и ныне там, как говорят. Вот еще один выкопала грецкий орех, видите, прямо из ореха. Вот. Потом посажу. И смотрите, выкопался. Вот чудо-то. Вот к этому я никак не привыкну. Что раз, и вырос. Любопытно, но близко боится подходить. Да. А я же тебя звала, говорю, иди посмотри. Машина крутится. Ну вот, опять тручи. Опять. Опять только я собралась, думаю, съездить на море посмотреть. Завтра море. Завтра. Завтра будет не буду. Завтра надо будет готовить, да встречать родителей. Он машин сколько понаехал. Да. Как будто свадьба. Ага. Ну вот, не прошло и часа. Опять дождик. Я только думала, надо сейчас вот это все подмести. Безобразие. Ну, теперь все мокрое. Вон, что творится. О, все. Все засыпано. А мы думали на море сегодня съездить. Ну, не купаться, понятно. Погулять хотя бы. Все-таки выходной день. Ну, не получается. Завтра вроде солнышко. Ну, опять же, облачка. Ничего. Костя, может быть, с Нижнего Новгорода погоду хорошую привезет. Ну, что вот это вот. Опять сушилку перетащила под крышу. Да, хорошо успела. Так, ну ладно. Сейчас Сашу спать положу днем. Пойду убираться в доме. Еще первый этаж надо убирать. У меня там мыши понатворили дел. Все шкафы в семечках. Семечки мои все разгрызли, растащили. Ой, ужас какой-то. Не оставляют без работы. Сидит в мультике, смотрит. Ну, а что на улице дождик. Ну, а я сделала вот эту штучку. Я вам показывала или нет уже, я уже не помню. Из старой доски. Терки. Вот у меня теперь есть куда хоть полотенчик повесить, а то некуда было. Вот. Все ведь очень просто. И времени занимает. Ну, единственное, что вот доску покрасила, да, эту стерку покрасила. А так просто вот 10 минут. И все. Ждали, ждали тепла. Дождались. Опять дождик. Опять все затянула. Саша спит. Я хожу там потихоньку, разбираюсь. Думаю себя. Эти батюшки мои. Вот тебе спасибо, девочки. Теперь я знаю, что это оса. Не пчела. Ой, мои дорогие. Я уже тут. И в доме разбираюсь. И тут же что-то делаю. Крашу. Мажу. О, у меня теперь какое кашпо. Смотрела, смотрела на эту сумку. Ну, что вот. Сколько она у меня? Лет 8 или 9. Я ее, ну, дай бог, может, раза 3. Куда-то я с ней выходила. Костя сказал, надо выбрасывать все лишнее. Я подумала. Выбрасывать жалко. Думаю, посажу-ка я в нее цветочки. Она пластиковая сумка на самом деле. Хрен ли ей сделается. Вот, пускай висят, растут цветочки. А из старой сковородки хочу часы сделать. Ой, девчонки, в 11-м году я прям помню. Я их столько понаделала. Специально покупала, ну, дешевые сковородки. Делала, дарила все на праздники на всякие. Вот, хочу сделать. Ну, посмотрим, ладно. Все получится. У меня просто нет времени. Не хватает рук. Костя фотографию прислал у Валеры, у друга в Нижнем Новгороде. В гостях. Ну что, завтра прилетят. Ой, ждем, не дождемся. Я устала, конечно. Слишком много дел. И, ребята, тяжело. Если бы не было вот этих дел, подготовки к приезду, до моих вот этих дел, было бы попроще. А так уж очень много всего. Только одну посуду моешь, 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 моешь. Доготовить. Ой. Так что? Ты куда-то падаешь? Что такая ветка? Ты куда такая решила завалиться? Так, господи, еще цепляется. Когда успела вырасти такая длинная. Ой. Что ж, смотри, вроде все разведнелось. Может, даже закат будет. Ладно, сейчас передохну. Чуть-чуть посижу, пойду опять. Девочки, зашла сейчас в комментарии. Я всем ставлю сердечки. Но это говорит о том, что я ваш комментарий прочитала. Ну, нет, у меня сейчас, девчонки, просто времени даже вот что-то писать. Так что уж простите меня. Вот. А там мне уже в два раза писали. Почему 2018 год? Девочки, у меня это название, ну, как, сразу выходит. Я остальное убираю, там, что не надо. А год забываю. Вот забываю. Ну, я сейчас поменяла на 21-й. Ой. Тороплюсь же все время. Все куда-то, все несусь, все чего-то надо. Надо делать, надо это, надо то. Вот. Насчет того, что собаку укусила, завтра Костя приедет, созвонится с родителями, поговорит, и, если чего, в больницу сразу пойдем. Ну, вот, потому что она его прикусила, но зубом-то поцарапала. Немножко кровь была. А так, конечно, перейки сюда все обработали, все как положено. Ну, просто все равно я... Мне самой страшно. Ребенок чужой. Вот. Вот. Спасибо. Прямо мне много чего понаписали, чего нужно. Ну, я думаю, за два дня-то ничего же не случится, правда? А тут еще и выходные сейчас. Тут же, знаете, с врачами-то напряженка. Так что, завтра вот понедельник, они прилетят, и мы это, решим этот вопрос. Сама девчонки переживаю, ну, как не переживать-то? Ну, спасибо вам за ваше внимание. Да, мне там написали конфеты меньше, давайте. Я ему даю одну карамельку в день. И то, если заслужит. Так что дело такое. Я сама все понимаю. И сладкого детям не надо много вообще. Вот жемчужина, которую я делала. Позавчера была вот эта вмятина. Я с мальчишками поговорила. Говорю, ребят, я неделю делала. Я расстроилась. Сегодня утром смотрю, а тут вообще вон какая вмятина. Ну, не стало себе настроение портить с утра. Думаю, ладно. Ну, а ближе к вечеру Сашка что-то вредничает. Он очень умеет вредничать. Потому что избалованный. Не знает ни в чем отказа. Если что-то не так, начинает орать, скандалить, визжать. Ты мне не нравишься, бабушка. Я говорю, а ты мне нравишься? Когда ты так себя ведешь. Ну, вспомнила я про эту жемчужину. Подвела его. Говорю, Саша, Кто ломает эту жемчужину? Он смотрит на меня и говорит, я. Я говорю, а зачем? Он плечами пожал так. Я ему говорю, тебе не стыдно? Нет. Я понимаю, что ему три года. Я понимаю. Ну, он после каких-то воспитательных разговоров идет и делает какую-нибудь пакость. Много он уже чего тут делал. Вот вам и характерец. Вот так вот. Ой, Господи, хоть бы родители скорее приехали. Как я от них устала, девчонки. Вы не представляете. Это неделя. Это что-то страшное. Старший кривляется. Ни одного слова нормально не скажет. Мелкий тоже дает шороху. Так что не все замечательно. Это я так стараюсь все это сглаживать. Саша, Саша. Но уже нервов не хватает. Так что вот такие вот дела. Ну, ладно. Завтра родители прилетят. Я их сдам. И скажу. Знаете что, мои дорогие? Вот ваши дети. Вот вы с ними и занимаетесь. А я уже стара для этого. Я не могу нервничать. Я нервничаю. У меня сахар поднимается сразу. Так что вот такие вот дела. Прям вот расстроенная. Он Он вообще я не знаю. В моем понимании трехлетний ребенок должен совсем по-другому себя вести. Видимо, я отстала от жизни. Так что вот такие вот дела. Пойду сейчас Оле Реночки выпью, потому что не могу. У меня все трясется внутри. Да займусь чем-нибудь для души. Ну, их нафиг. В конце концов, это не мои дети. Я своих уже вырастил и внуков уже кучу вырастил. Ладно, зайки мои. Давайте всем хорошего вечера, спокойной ночи. Завтра вроде как солнышко обещают. Надоели дожди, но надоели. Что это за июнь? В Крыму. Господи. Давайте, мои зайки. До завтра. Пока-пока. Ну вот. Заканчивается день. Слава Богу. Ой. Расстроенная. Расстроенная. Просто не могу. Вот этот замечательный Саша, как вы все пишите. Какой ребенок. Какой ребенок. Мальчик веселый, развитой. И в то же время непростой. Далеко не простой. Далеко не простой. Сейчас вот вам покажу. Поехали. Вот. Пока.